Экспозиция посвящена ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году. Войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, которым привело сотрудничество Украины с НАТО. НАТО, которое действительно является, так скажем, организацией наших стран Европейского союза, исключительно несет агрессивную политику, прежде всего, в международной обстановке. Современному миру военно-политический блок НАТО известен как один из самых агрессивных союзов в истории. Без колебаний, применяющий в силу в своих интересах против государств любой части света. Я думаю, что вот эта экспозиция, она как раз очень характерна и очень красочно оформлена, и самое главное, очень документально все подтверждено тем, что действительно, многие, кто сегодня посетит вот эту выставку, они будут понимать для себя, с какой силой, с какой агрессией мы имеем отношения. На фотографиях свидетельство жестокой политики блока, которая приводит к бедам и страданиям мирных жителей больших и малых государств. Сегодня от агрессии НАТО страдают и соседние с Россией государства. Оно теперь воюет против России руками наших братьев-украинцев. Мы с украинским народом не воюем. Мы воюем против тех националистов и нацистских приспешников, которые окопались на Украине. Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России. В настоящий момент экспонируются филиали Национального музея Алдын-Дашка. Также 19 апреля пройдет официальное открытие выставки без срока давности. О трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.